Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». А у нас в гостях путешественник Владимир Рязанцев. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Многие знают, что в Рязани есть переулок счастья, но немногие догадываются, что именно вам принадлежит идея его создания. Расскажите, как родилась идея, почему именно такой переулок? Идея возникла, в общем-то, спонтанно. В названии улиц, к сожалению, у нас иногда часто бывает так, что в той или иной степени, мне кажется, излишне заполитизировано название. Конечно, политика играет важную роль в нашей жизни, должна быть отражена в названиях улиц, но иногда порой так вот не хватает каких-то теплых названий. Вот в этом случае пришла идея назвать переулок счастья, хотя я бы еще назвал какую-нибудь улицу или переулок доброты. И когда там возник ЗАГС автоматически, площадь между зданиями за ЗАГСом, мы назвали площадью согласия, прецеденты есть. И я бы сказал, что название улиц должно поднимать настроение людям. И когда назвали переулком счастья ту маленькую часть города, которая так называют, и получила определенную известность, я бы сказал, что это среди людей, я увидел, что это получило какой-то положительный резонанс. В общем-то, я бы сказал так. Туда, наверное, теперь приходят фотографироваться, все спрашивают, почему именно такое название? Приходят фотографироваться, люди любят это название, стараются некоторые даже залезть, приходилось принимать меры определенной предосторожности. Более того, я скажу, что первую табличку украли на память, сняли, пришлось поставить вторую. Ну и знаете, как такая дополнительная достопримечательность, пусть и незначительная, но в нашем городе прижилась. В России нет улиц с аналогичным названием счастливых. Почему именно это направление вы выбрали? Вы знаете, ну, наверное, я думаю так, что это обусловлено нашим историческим развитием, да, вот за последний век, которое, конечно, сыграло свою роль в названии улиц. Ну, сейчас мы все-таки возвращаемся к историческим каким-то названиям. Ну, нужно смотреть вперед, всегда с позитивом, оптимизмом. И здесь я бы, может быть, даже и обратился к опыту некоторых зарубежных стран, где, например, в определенных городах целый квартал, район может носить название, например, созвездий. Да, совершенно неожиданно, но такая практика есть. И вот в определенном большом городе целый ряд улиц, которые находятся, как правило, рядом, пересекаются. Это может быть созвездие Большой Медведицы, Малой Медведицы, Кассиопея и так далее. Или, например, полюбившихся литературных героев в той или иной стране. Вот. А потом и просто могут быть улицы Вишневая, Грушовая, Яблочная. Не обязательно это должно быть садоводческое какое-то товарищество, как у нас вот сложилось, обычно в дачных кооперативах так называют улицы. Но это может быть и определенная часть города. Кстати, народ остер на язык. И обычно, например, если встречаются такие улицы с фруктовыми названиями, быстро их называют район Компота, например. Да. Или по-другому, или Звездная. Кстати, в России очень большая страна, омываемая очень многими морями. Я видел районы в некоторых городах, которые носили улицы названия Мари. Причем не обязательно, что в этой стране эти моря как-то географически близки. Нет. Просто название Мари. Это может быть и желтое, и красное, и черное, и белое, и Каспийское, и Азовское, или Карибское. Как интересно. Можно учить географию или ботанику. Да. Мне кажется, помогает ученикам выучить еще и географию, потому что дополнительный повод заглянуть в атлас или в учебник и узнать все-таки, на какой он улице живет и почему она именно так называется. Вы ведь путешественник. Да. Сколько стран уже есть в коллекции вашей? Действительно, люблю путешествовать. Так случилось, что сначала это было благодаря родителям, потом уже взял вожжи в свои руки. Ну, на данный момент это более 150 стран. Если мы считаем страны, которые член ООН. Надо всегда учитывать, что у некоторых подход разный. Есть независимые страны, общепризнанные, которые являются членами организации Объединенных Наций. Их 195 вместе с наблюдателями. Потому что же есть очень много территорий на земле. Это колонии, полуколонии, непризнанные, полупризнанные или признанные непризнанными. Тут подход разный. Но вот общий устоявшийся такой подход к подсчету стран, но это страны ООН, которые не оспариваются никем. Есть, конечно, среди них такие большие, как наши, и Канада, Китай, Бразилия, США. Ну, есть совсем крохотные, которые насчитывают в своем населении там буквально 10-12 тысяч. И тем не менее, они члены ООН. Вот таких стран всего 195 на сегодняшний момент. В какой стране улицы вас больше всего удивили? Знаете, чтобы удивили улицы, нужно знать хорошо эту страну и знать город. В моем случае это Мадрид. Я там был достаточно долго. Было время походить по улицам и почитать их названия. Чем удивил? Что там необычное есть? Названия самые необычные. И вот стараются дать какому-то району определенную окраску в названии улицы. Это не обязательно могут быть о том, что я уже говорил раньше, созвездия, например. Это могут быть ботанические названия. Это могут быть, например, свои какие-то герои, которые заставили заметный след в истории. Примерно так. Когда определенному району, допустим, новый или старый, присваиваются названия, именно связанные между собой, по духу, по времени. Но при этом они не привязаны к конкретному району. То есть условно, если это яблонь, виноградные, не обязательно, что там сады находятся. Нет, конечно, нет. И если там созвездия, это не значит, что там стоит телескоп. Это просто название района, который получил такие улицы. А было бы хорошо с телескопом, подошел, посмотрел ночью. Да. И часто, например, присваивают названия городов. Кстати, в том же Мадриде есть улицы и Москвы, и Санкт-Петербурга, ну и других европейских столиц. Очень интересно. А есть ли там такие же добрые улицы, как у нас в Рязани, и счастливые? Вот площадь Согласия, это одна из известнейших площадей, многие телезрители знают, и, наверное, там бывали. Это площадь Согласия в Париже. Это прямо в центре Парижа, со своим обелиском, на берегу реки Сены. Так и называется площадь Согласия. То есть у нас теперь есть миниатюрная версия. Да, Париж. Вот если говорить о счастливом переулке, есть ли у него аналоги? Вы где-то подсмотрели, или это ваша личная идея? Переулок Счастья? Нет. Это, наверное, все-таки такой экспромт творческий, который просто посетил мои мысли и реализовался на этом маленьком участке города. Сейчас находится рядом, получается, Переулок Счастья. Его стена – это дворец бракосочетания. Да, во дворе у нас находится площадь Согласия. Площадь Согласия, совершенно верно. Все очень замечательно пока, но это продлится только до лета, потому что к лету уже обещают сдать здание ЗАГСа на Московском шоссе, и, собственно, дворец бракосочетания переедет туда. Вот останутся ли улицы, или они переедут вслед за ним? Улицы, конечно, останутся в независимости от размещения нашего нового ЗАГСа. Надеемся, что название исторически, где он находился, его будут сопутствовать и по новому адресу. А наши улицы, наша площадь Согласия и Переулок Счастья останутся на своем месте, где они уже прижились. Были ли какие-то арт-объекты? Или вот сами таблички – это уже как арт-объект? Очень хотелось бы, конечно, встроить какие-то скульптуры интересные, композиции. Но здесь нас ограничивает закон в том плане, что вся эта улица соборная – это исторический памятник, и все изменения, привношения должны быть согласованы с Министерством культуры. И, честно сказать, не всегда приветствуется новшество в этом плане. Но кто знает, время покажет. То есть они пока на встречу не идут? Мы не привносили эту идею, но можно и обсудить. Просто с эпидемической комиссией мы общались, они как бы не против того, что такие неофициальные названия появились. Их нет, конечно, на городских картах. Они скорее так на уровне были и слухов, и достопримечательностей для туристов. Ну, вот они поддержали инициативу. Да, скорее это сувенирные названия, которые у нас получились в городе. А насчет каких-то скульптурных композиций, даже что-то сделать на фасаде, ну, я думаю, это вопрос будущего, и мы открыты всегда к обсуждению. То есть молодые архитекторы могут приходить с предложениями? Приветствуются, приветствуются. Если нас город поддержит, мы реализуем все. Ну, раз уж мы говорим о счастье, хочется знать, где, по вашему мнению, самые счастливые люди. Вы были в так много странах, вот по вашим наблюдениям. Вы знаете, в России, если сравнивать нас с другими, часто говорят, а вот за рубежом вот так-то, а за рубежом вот так-то. Хочется сразу задать встречный вопрос. А за рубежом как где? На Мадагаскаре или в Норвегии? В Эфиопии или в Науру? Вот. Когда говорят вот о за рубежом, вот все это относительно. И люди везде счастливы по-своему. Люди живут по своим обычаям, устоявшимся привычкам, законам, и настроение, темперамент. У всех людей разные. И если так исторически сложилось, что люди чувствуют себя счастливыми именно на той земле, территориально, в той социальной общности, в которой они находятся, в тех климатических условиях, наверное, каждый счастлив по-своему. Поэтому какой-то категорический дать ответ – это весьма затруднительно. Потому что каждый человек, ведь счастье – это такое концептуально-индивидуальное психологическое понятие. Это восприятие каждого человека на индивидуальном уровне. Ведь один будет счастлив, что он съел мясо, а другой будет счастлив, что он съел свежего осьминога. Понимаете? И у всех людей вкусы разные. А третий скажет – а я вообще ни снова не ем, я вегетарианец. И люди одеваются по-разному. И у них разные праздники, понимаете? И семейные отношения у всех людей разные. Где-то, конечно, они перекликаются. Поэтому сказать, что где-то люди больше счастливы, а где-то меньше, если они живут в мире, в согласии с твоей страной, с соседями, я думаю, счастье будет везде по-своему и будет играть разными красками. Какая ваша любимая страна? Куда вы с удовольствием возвращаетесь? Ну, кроме России, понятно. Наверное, Испания. Чем она вас так привлекает? Это страна с большой историей, с очень гостеприимным народом, с богатой культурой. И ее язык, и сама она, и там, где она раньше присутствовала в той или иной степени, или присутствует, отражены даже сегодня на политической карте мира. Они так же гостеприимные испанцы, как россияне? Конечно, конечно, по-своему. И я думаю, что десятки тысяч наших сограждан в этом убеждаются каждый год, раз туда ездят. А в чем выражается испанское гостеприимство? Мы привыкли, что широкая русская душа, нужно всех накормить, развеселить. А как испанцы действуют? Они очень коммуникабельны, они очень легко идут на контакт. Они всегда спросят, как у вас дела. Они поздороваются с вами, где бы вы ни находились, в любое время суток и пожелают вам спокойной ночи или добрый день. И тоже накормят, и тоже будут рады гостям. Поэтому для нас, россиян, Испания – это одна из любимых стран, куда мы ездим проводить свой отпуск. Получается, они достаточно близки нам по менталитету, да? По менталитету, по темпераменту, по открытости. Я бы провел определенную параллель. Там счастливые люди живут? Да, безусловно. Безусловно. По-своему они очень счастливы. А какое оно испанское счастье? Я думаю, общечеловеческое. Прежде всего, это счастье от семьи, близких, твоего окружения. И здесь, я думаю, очень созвучное счастье, которое понимаем под этим словом. И мы в это понятийное слово привносим смысл. Я думаю, это очень близкие понятия. Отлично. Спасибо вам большое за интересные беседы. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был путешественник Владимир Рязанцев. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»